Помните версию игры закрытая бета, помните что можно было убивать тиммейтов, помните что дробовики давали большой урон на дальней дистанции, помните дабл пампу, кстати первый ее начал использовать именно ниндзя, помните как была куча багов, а как куча читеров, помните оружие за патрон, он был доступен в режиме пвп меньше чем на день, помните первую электрическую ловушку, а ее переиздание в 10 сезоне, помните для этого, для того чтобы купить скин нужно было достичь определенного уровня, помните что купленов был первый в СНГ кто заснял видео про фортнайт, помните что у дефолтных скинов были разные вариации, теперь это дополнительные стили к нынешним старым покупным скинам, помните старый батут который размещался на четверть пола, помните что фортнайт анонсировали еще в 2012 году, помните эти мультяшные обои для телефона из 2016 года, так это оказывается скрин из игры фортнайт, помните эту старую ппшку, помните первые хэллоуинское обновление, помните первое появление тыквенных ракетниц, помните как игроки начали летать на ракетах, помните второе рождественское обновление, а тогда оно было самым глобальным, помните вместе с ним вышел второй сезон и первый бп, а еще первое появление привычного нам ежедневного магазина, кстати а вы знали, предполагалось что бп будет эксклюзивной фишкой новогоднего обновления, как и второй сезон в целом, но этот бп так зашел игрокам, что его решили оставить и продолжить, помните как фортнайт соперничал с паббой, а помните суд пабга с фортнайтом, помните что фортнайт выиграл суд с пабгом, помните первый бандл в игре твич прайм, помните когда выбранные области редакта были прозрачные, помните как мы сначала хэтили фортнайт, а потом сами начали в него играть, помните первое сюжетное обновление в игре, помните как начался третий сезон, помните как нинджа считался лучшим игроком в игре, а помните как тифу считался лучшим игроком в игре, а помните как нинджа и тифу начали соперничать, и оказалось что тифу сильнее ниндзи, помните как вы первый раз выиграли, вошли игру и ничего не понимали помните вашу первую победу а вы осознаете что вы когда-нибудь выиграете свой последний матч помните вашу первую постоянную локацию а помните ваше первое любимое оружие помните старую музыку на дефолтом танце а помните как дефолтный танец стал мемом помните вашу первую покупку в ежедневном магазине фортнайт помните ту радость когда вы купили ваш первый бп помните когда в третьем сезоне на остров летели метеориты и мы не понимали к чему это помните как вы только начали играть вас постоянно убивали и вы думали вам никогда не суждено хорошо играть помните радость от вашей первой победы помните как вы не могли никого убить и постоянно от всех прятались помните вашу радость каждому убийству в игре помните как вы считали себя киберспортсменом после первой победы помните первый стартер пак в игре помните как раньше стартер пак стоил 150 рублей помните как вы будучи новичком играли со своим другом который был про помните мемный популярный танец флосс которую кстати списали с танцующего мальчика под песню кати перри свеж свеж в 2017 году но все все равно ее считали фортнайтерской помните четвертый сезон помните как мы офигевали от того что наш остров разбомбили метеориты помните вероломную воронку помните еще один мемный и очень популярный танец который назывался оранж джастайс который списали сырой пёрди но все равно все его также считали искона фортнайтерским танцам его пытались танцевать абсолютно все и в снг его почему-то называли флекс помните еще один легендарный и мемный танец из bp 4 сезона не помню но он тоже был откуда-то списан но все его считали фортнайтерским и его тоже называли флекс помните импульсные гранаты в игре которые не гасили урон от падения помните первую возможность прокачивать дополнительные стили для скина из bp а помните первый секретный скин да тогда скины были реально секретными помните как в игру добавили творческий режим но мы не понимали зачем помните первую коллаборацию с marvel да тогда мы еще не думали что это зайдет так далеко помните как все хотели получить перчатку лишь для того чтобы станцевать за таноса помните первое издание фортнайт мобайл помните как игра вышла на ios но не вышла официально на android из-за комиссии google в 30 процентов сейчас эта ситуация очень иронично помните первый вент в игре помните как мы думали что после ивента старый остров взорвется и нам дадут новую карту жиза да помните как фортнайт резко стал популярным помните как из-за этой популярности в игру резко пришло много новых игроков помните старый дизайн королевской победы помните как мы начали смотреть старого лейна помните начало пятого сезона помните как из-за лагов в игре нам раздавали бесплатный бэкпак ржавая фиговина помните старое оформление игрового шкафчика помните как мы офигевали с того что трейлер пятого сезона снимали в реальной жизни помните как трейлер пятого сезона постоянно рекламировали но ютубы мы его никогда не пропускали. Помните первое появление современного дизайна королевской победы. Помните нашу печаль, когда убрали дабл помпу. Помните первое появление режима арены в игре. Помните старое начисление поинтов в арене. Помните, как киберспорт фортнайт стал резко набирать обороты. Помните набор галакси за активацию игры на самсунг галакси с 9 ноут. А помните рекламу этой акции с участием ниндзи. А помните те самые автоматы, где можно было приобрести оружие за ресурсы, а потом и вовсе бесплатно. Помните первое появление командной потасовки. А помните режим 50 против 50. Помните первое появление каряка и как все пытались сделать с него ноутскоп. А помните первое глобальное изменение на карте, когда добавили новый песчаный биом. А помните, как добавили гольфкары. Блин, мы совсем забыли про тележки. Как по мне, это идеальный каноничный транспорт для фортнайта и его стоит добавить даже в наши дни. Помните первое появление разломов. А помните первое появление футболисток. Все думали, что это эксклюзивные скины и в магазине они больше никогда не появятся. А помните первое появление бугедауна. В то время развивалось мошенничество на аккаунтах, и подобные акции эпики популяризировали защиту своих данных. А помните появление куба, которого называли Кевин? Ну или в наших кругах Саня. А помните, когда раздавали бесплатный бэкпак с кубом? Помните, как Ронин стал символом Фортнайт? А помните, как появилась поддержка автора в игре? Если хотите поддержать мягкость начинающего автора в игре, обязательно вводите мой тег автор мотивкар к себе в магаз. Помните еще один относительно популярный танец СБП 5 сезона Шлепки? Он вроде бы как тоже каноничный, и его автором был тоже Рой Перди. Помните, как в честь открытия китайских серверов в Фортнайте сделали отдельную локацию и скины под китайский Новый Год? А помните первое появление Барри? Интересный факт, что тяжелую снайперскую винтовку в игре называть Барри стал первым именно Ял, он же и придумал это название. Кстати, еще один интересный факт, что Ял поначалу снимал исключительно Майнкрафт, и только в начале 2018 года он перешел в Фортнайт. Помните ивент с кубом в подлом пруду? Помните шестой сезон? Ммм, коломите. Помните коллабу с Ральфом и эмоцию Хот Марат в магазине за ноль вибаксов? Думаю, если бы эта коллаборация была бы сейчас, бесплатно бы эмоцию они не раздавали. Помните появление мозгляков в королевской битве? А еще эти странные области с батутами и кристаллами, которые, кстати, можно было есть и после съедения которых вы становились призраком. Помните первое появление привычного нам батута? А помните первое появление нашего любимого ланчпада? Совсем забыл напомнить про тяжелый пистолет или в простонародии Дигл. А именно как он мог с одного выстрела сломать целую стенку? Так сказать, карманная баря. Помните первый день рождения Фортнайта? Помните второй Хэллоуин в 2018 году? Помните, как все киберспортсмены играли в разрешении 4 на 3? Ну и типичный киберспортивный сет был футболистка, плюс коса, плюс плащ, щит или катана. А помните второй и последний набор Твич Прайм? Помните, как Фортнайт впервые начал поддерживаться на некоторых Apple устройствах в 60 FPS? Помните, как начались первые нам привычные онлайн-турниры? Помните появление под конец шестого сезона Ледника в океане? Блин, как же я забыл про эту легендарную вещь? Помните, когда выпрыгали в океан окружающей карту, вы умирали? Помните тот самый летающий остров на подлом пруду? А потом, как его вернули в десятом сезоне? А помните этот шикарный ивент с бабочкой? А помните седьмой сезон? Помните, как мы все офигели с появлением нового снежного биома на карте? Помните про появление самолетов? Помните появление меча? Да-да, именно та первая дисбалансная вещь в игре. Помните про появление зиплайнов? Помните то самое первое появление легендарной и эпической помпы? Помните официально первый рафляный скин в БП? Теперь это у эпиков своеобразная традиция. Помните появление самого классического подлого пруда? Помните, как добавили такой предмет, как шары? Да-да, те самые легендарные шары. Думаю, каждый новичок того времени их использовал. Помните, как новичков в Фортнате называли кефирами? Не то, что сейчас. Баты. Помните появление первого платного набора со скинами? Да, а еще помните, что скины были тогда в магазине только необычными, редкими, эпическими и легендарными. Ну а первая необычная редкость была от Марвел. Так-так-так, это восьмой сезон, мы до него еще дойдем. Помните слабый ивент седьмого сезона, после которого все начали говорить, что игра скатилась? Помните, как мы считали алдами игроков, которые играют шестого или четвертого сезона? А сейчас кто играет седьмого или восьмого сезона? Помните, как в конце седьмого сезона на нашем острове появлялись непонятные трещины? И помните, как мы думали, что в восьмом сезоне наш остров разделится на много маленьких островков из-за этих трещин? Помните появление ховербордов? И помните, как все начали снимать ноускопы с ховерборда? Помните испытания 14 дней Фортнайт на Новый год? А помните временный режим Пол это лава? Помните первый концерт в игре с Маршмеллоу? А помните задания, за выполнение которых вы получаете бесплатно награды от Маршмеллоу? А помните первое появление карася в магазине? А помните скользящие ловушки? Помните бомбы-снеговики? Помните, как Фортнайт начал становиться популярным в ТикТоке? Помните, как все левые игроки начали получать тег-автора? Так как для того, чтобы иметь тег-автора, тебе нужно было иметь тысячи подписчиков в какой-нибудь популярной соцсети. А в ТикТоке набрать тысячи подписчиков, даже ничего не снимая, очень легко. Помните День Святого Валентина Фортнайт? А помните испытания на День Святого Валентина, награда за который был бесплатный БП восьмого сезона? А все потому, что вышел Апекс Ледженс, и на тот момент он составил серьезную конкуренцию Фортнайту. Помните восьмой сезон? Помните, как появилось много пиратских хижин? Помните, как в игру добавили пушки? Помните, как позже добавили шары? Помните гейзеры, разбросанные вблизи вулкана? Помните, как мы увидели бананов и все хотели его получить? Но по итогу до сих пор практически не юзаем этот скин. Помните, когда не было фургонов Возрождения, а добавили их именно в восьмом сезоне? Помните старые иконки скинов в Фортнайте? Помните старую анимацию Хила? А сегодняшнюю анимацию добавили именно в восьмом сезоне. Помните квадроломы? Помните старые иконки заданий? Помните временный режим с самолетами? И задания, связанные с этим режимом, за выполнение которых давали обертки? А помните бесплатную обертку за поддержку автора? Помните эту старую локацию, вулкан и трон внутри него? Помните те пиратские задания, за выполнение которых давали дельтапланы и эпическую эмоцию с сундуком? Помните второе появление Таноса в игре? Мдааа, тот режим был еще Тоймбой. Помните, как в фильме Мстители Финал Тор играл в Фортнайт? Помните ивент восьмого сезона? Помните то самое голосование во время ивента, когда надо было рушить ту вещь, которую вы хотите вернуть в Фортнайт? Но я там стоял и ничего не понимал. Вернули, кстати, Томмиган. А ведь представьте, какая у игры была судьба, если бы вернули, например, самолет или меч. Помните, как брошенные башни были разрушены? И Торговая точка, кстати, тоже. Помните, как мы думали, что в игре больше эти локации мы никогда не увидим? Помните, как в извинении от того, что некоторые игроки не смогли попасть на ивент в восьмом сезоне, эпики раздавали бесплатно вот этот вот дельтаплан? Помните мушкет в Фортнайте? Да, тот, который еще при выстреле вас отталкивал. Помните девятый сезон? Помните, как добавили палку и убрали помпу? А тогда у палки был еще нормальный урон. Помните аэротрубы по всей карте? Помните аэробазы? Помните, как Томмиган был с 50 патронами, но потом его пофиксили до 40? А потом в придачу еще и урон пофиксили. Да, сегодняшние игроки знают только мифический Томик на 40 патронов и малым уроном. А мы помним редкий и необычный Томик, и по карте он валялся абсолютно везде. Помните эти новые футуристические локации? Помните коллаборацию с Найк? Помните коллаборацию с Джон Виком? И его временный режим награда за голову? Помните коллаборацию с сериалом Очень странные дела? Помните, когда мы последний раз увидели наше старое лобби? Потому что потом лобби было только в однотонных цветах. Помните 14 дней лета и их задания с наградами? Помните тренд про учителя по Фортнайт на Авито? А помните тренд с Егоркой? Помните глаз монстра в локации Полярный пик? Помните, как мы все думали, что это будет новая коллаборация с Годзиллой? Помните режим с мозгляками? Помните, как мы собирали карты криптографии? Помните ПП-ху, которая стреляла очередями? Помните теневую гранату? Помните гранату Авиаудар? Помните гранату с Бурей в бутылке? Помните, как мы реально выполняли задания с боевого пропуска? Помните задания с телефоном? Помните задания с пианино? Помните эту новую винтовку с 8 патронами в обойме? Помните снайперку Бури? Помните локацию The Blocks и единственный легендарный сундук в ней. Помните локации с дронами. Помните, как постепенно в вулкане строился робот. Помните ивент девятого сезона. Помните, как после ивента на карте остался гигантский скелет монстра. А еще в десятом сезоне думали, что он возродится. Помните Fortnite World Cup. Помните, как Буга выиграл Fortnite World Cup. Да, сейчас не скажешь, что этот игрок был когда-то чемпионом мира по Fortnite. Помните, как после ивента девятого сезона в подлом пруду осталась нулевая точка. Помните, как эта нулевая точка разрушалась и в конце концов взорвалась. Помните, как турбо строительство пытались убрать, но все же потом вернули. Помните десятый сезон. Помните, как мы офигевали с тизеров к десятому сезону, потому что вернули пыльные склады. Вообще, помните тизеры ко всем сезонам. Помните старую модель досок. Помните Брута. Помните, как у Брута сначала было 10 ракет, потом к ракетам добавили лазер, потом ракеты сократили до 6, а потом и вовсе Бруту убрали. Помните локации во временной петле. А именно, селение старателей, сальная закусочная с их танцем, плавучий остров из 6 сезона, временную локацию Пандора с коллаборацией с Borderlands 3, как вернули тюрьму из 3 сезона, а еще в тюрьме и в пышных пальмах можно было превращаться в любые предметы. И еще какая-то локация, которая находилась вот здесь. Честно говоря, я ее совсем не помню, в интернете ничего не могу по ней найти, так что, ребят, если вы в курсе, что это за локация, пишите в комментариях. А, ну и торговый ряд с мозгляками. А еще была локация с футбольным полем, но она взорвалась. Помните режим с Энварсами в 10 сезоне? А еще задания и награды за них. Помните коллаборацию с DC? Помните локацию Gotham City? Помните коллаборацию с диджеем Major Lazer? Помните первое появление еженедельных турниров? Да, уж 10 сезон был слишком изменчив. Помните ивент 10 сезона, на который практически никто не смог попасть? Помните, как мы офигели, когда карта засосала в черную дыру? Помните, как игра пропала на 3 дня? Помните, как мы офигели, когда нам выкатили Fortnite 2? Как мы офигели с того, что в Fortnite добавили столько много новых функций, которых до этого в помине даже и не было. В общем, так сказать, закончилась эра. Ну а тут я предлагаю завершить наше ностальгирование. Думаю, пока на этот момент первой главы хватит. Вы не поверите, как мне сложно было делать это видео. И если я добавлю сюда еще хотя бы 2 сезона, то я точно умру. Так что, ребят, огромное вам спасибо, если вы досмотрели этот ролик до этого момента. Понимаю, что Fortnite это очень великая игра, и эпики постоянно добавляют что-то новое. Так что, ребят, если вы заметили, что я что-то упустил, обязательно пишите об этом в комментариях. Все факты, которые я забыл упомянуть, я обязательно лайкну. Ну и потом я их, соответственно, пособираю, запишу в свой комментарий и прикреплю его. Если вы впервые на этом канале, обязательно подпишитесь, тут интересно. Ну а с вами был Матвей. Hasta luego.